Дорогие друзья, вновь мы собрались по очень приятному поводу и легко заметить, что интерьер Большого Зала Консерватории становится все более насыщен такими артефактами, которые возвращают нас к истории Московской Консерватории, к ее самым славным постраницам. Это благодаря тому, что сначала единичная инициатива, а потом уже, можно сказать, продолжение этой традиции стали дарить нам вот такие бюсты, бюсты великих музыкантов, тесно связанных с Московской Консерваторией. И это очень приятно. Особенно в год, который начался после юбилея Московской Консерватории, поскольку мы не отделяем юбилей самого нашего учебного заведения от тех мастеров, которые составили его славу. И вот сейчас как раз такой повод есть. Это 105 лет со дня рождения Якова Владимировича Флиера, представителя великой русской фортепианной школы. И именно в Московской Консерватории, собственно, прошла вся его жизнь до последнего дня ее. Он работал 40 лет, с 1937 года по 1977 год. А перед этим учебу в Консерватории, в классе Константин Николаевича Игумнова, продолжение этой великой традиции. И уже, будучи студентом и аспирантом, он добился побед, первые премии завоевал и на всесоюзном конкурсе, и на международном конкурсе Вене. Ну и дальше череда таких побед была продолжена. Был очень сложный период в жизни Якова Владимировича. 10 лет он не выступал из-за серьезной болезни руки. Это 1949-1959 год. И особенно в эти годы все цело посвятил себя педагогической деятельностью. Поэтому так много великих имен, которые вышли из двух классов, науреатов самых разных конкурсов и также замечательных педагогов. Но еще один подвиг это возвращение в концертную стаду, потому что после 1959 года он вновь играет и вернулся флиер и неизменный, и в то же время изменившийся. И вот среди того, что я нашел, читая о нем, один адзат я хотел бы сегодня прочесть. Это его собственные слова, когда он сам объясняет свои ощущения в момент возвращения к исполнительской деятельности. Если есть у музыканта что-то за душой, если живо в нем непосредственное начало, то трезвая даже, в кавычках, холодная голова тут никогда не помешает. И теперь мне хочется сохранить в подходе к этим произведениям увлеченность, страстность, которые владели мной в молодые годы. Не знаю, насколько это удается, но в то же время я стремлюсь к более строгой упорядоченности, стройности. Былой сверхтемперамент, нередко форсированное звучание и многое другое начинают, если можно так выразиться, шокировать самого исполнителя. Я думаю, что такая трансформация характерна для каждого профессионального музыканта. Вот фактически это очень точное определение того исконного природы данного темперамента и мудрости, мудрости уже полученной с годами, которые как раз и характеризуют его как исполнителя и как педагога. Вот так получилось, это мы уже не специально делали, что сегодня такой клаверамент в большом зале вечером, где играют профессора Московской консерватории, и играют только Рахманиновскую программу. А Рахманинов это один из кумиров флиера, и действительно он его играл, и очень часто вставлял свои программы, выступления, разные сочинения, как и сольные, так и с оркестром Сергея Васильевича. Ну вот, сегодня мне хочется особенно поблагодарить, конечно, именно тех, кто стал инициатором такого подарка, и это как раз продолжение Якова Владимировича Флиера. Это те люди, которых мне хочется особенно поблагодарить. Это Юрий Арпетян, Нина Коган, Нина Лельчук, Павел Островский, Михаил Клетнев, Владимир Фельдсов, Родион Щедрин. Конечно, этот список можно продолжать и продолжать, но сейчас я именно этих людей хочу поблагодарить за ту инициативу, которую и подарила нам этот бюст. Ну а сам бюст, это работа скульптора Михаила Плохоцкого и творческой мастерской под руководством Григория Орехова. Вот такая, такого рода у нас сегодня радость, и, как видите, вот, начиная от бюста работы Эрнста Неизвестного, Святослава Кеофилиловича Риктера, пошел фортепианный ряд. Так что будем надеяться, что он будет продолжен и также позволит нам встречаться здесь вновь и вновь. Кто хотел бы выступить и тоже что-то сказать? Владимир, можно сказать? Да, я думаю, что я скажу несколько слов. Спасибо вам за добрые слова, нашим учителям Риктера. Все правда. Я очень рад, что этот проект вышел. Честно сказать, он случился не совсем надуманно. В прошлом году ко мне обратились с просьбой о поддержке бюста Гиллилса. Я с большой радостью подкликнулся, естественно, на эту просьбу. И подумал, почему бы не сделать бюст для нашего учителя, для Афлиева. И написал вам письмо, как вы помните, и предложил эту бедею, на что вы откликнулись, естественно, очень хорошо. И после этого я обратился ко многим ученикам Якова Владимировича, из которых шестеро откликнулись. И благодаря этим людям у нас есть то, что сегодня мы откроем. Это маленькая, конечно, очень маленькая доля благодарности нашему учителю от всех нас за его музыку, за то, что он нам дал. Слова здесь не могут этого описать. Я просто хочу, чтобы все, вы, очевидно, большая часть, кто здесь есть, как вы знаете, по той линии, от которой шел Флиер. Как вы правильно сказали, он учился у Бегумного. Бегумнов учился у Зелоти. Зелоти учился у Листа. Лист учился у Черни. А Черник учился у Бехов. Так что довольно такая мощная линия. Я очень рад, что Яков Владимирович нашел свое место навсегда, там, где он должен был быть. И благодарен всем вам, что вы пришли. И всем тем, кто оказали поддержку в этом проекту. Спасибо. Если кто-то хочет еще вспоминать слова, пожалуйста, прошу. У меня большая честь быть сопричастным к созданию такого памятника, вековечной памяти. И благодаря его ученикам, благодаря их пожертвованиям мы создали этот памятник. И таким образом, великий мастер оставил не только музыкальное свое наследство, но и оставил прекрасных, достойных учеников. Я хочу предоставить слово непосредственно структуру, исполнителю этой памятнику, Михаилу Маховскому. Да, я могу сказать только то, что было интересно очень работать с его образом, с его фактурой. Очень выразительное, интересное. Работа была непростая, мне надо было прослушать много концертов, чтобы видео, чтобы поймать его состояние, погрузиться в это. Мы переписывались с учениками в Америке, с Владимиром, кстати. И, в общем, вам судить, что получилось. Но так еще вышло, что оказалось, что мы дружим с... Ну, я мой друг Витя Флиер, его внук. Мы с ним тоже это обсуждали, вот этот портрет. В общем, вам судить, что вышло, но было очень интересно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пожалуйста, коллеги, вместе. Давай. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати говоря, вы помните портреты Ягумнова Константина Николаевича, да? Вот что-то есть общее такое, в такой струне, которая звучит для меня, как некая аристократия духа, я бы сказал, что говорили. Мощный сад. Ну что, дорогие друзья, удачно, по-моему. По-моему, очень удачно, очень хорошо. Я еще раз благодарю всех, кто принял участие.